Привет, друзья, меня зовут Дмитрий, вы на канале АйТи Камас Утро, и это слив нашего курса, по которому обучаются студенты нашего АйТи Инкубатора. Бум! Бесплатный доступ. Медленно, да, четенько, но спасибо вам, что пишите комментарии, лайкайте, просите выкладывать новую серию, потихоньку, помаленьку мы выложим абсолютно все. А так как мы уже начали создавать новую абсолютно программу для наших фронтендеров, которые обучаются в нашем АйТи Инкубаторе, эта программа точно дойдет до конца, выкинем ее до конца, и точно это произойдет уже в этом году, то есть мы точно выкинем до конца все эти тудулистовые наши выпуски. А дальше я продолжу записывать тудулистовые выпуски уже как продолжение пути самурая, вот где мы будем с вами, новые концепции, next и прочее, прочее, прочее. Ну, а независимый отдельный курс для наших студентов Инкубатора, он уже создается и уже там очень вкусненько и очень интересно. Я подумаю, как этим курсом, который делаем для студентов Инкубатора, поделиться с вами, со зрителями Ютуба, чтобы это было бесплатно, потому что вы знаете, что я псих хочу бесплатно, но не могу, потому что я запутался. Можете посмотреть мое видео, где я рассказываю про то, как я немножко не знаю, куда двигаться. Ну, ребят, спасибо большое всем за поддержку, кто в этом видео написал внизу поддержки, рекомендации, прочитал практически каждое сообщение, еще раз зайду, последний раз сейчас просмотрю комменты последние, какие там есть. Большое спасибо, сразу предупреждаю, что у меня нет ни выгорания, ни депрессии, у меня единственное, что есть, это огромное количество работы, и в том числе из-за того, что очень плохая приоритизация, я многие вещи не довожу до конца, это в том числе называется прокрастинация, когда ты много работаешь, но работаешь немножко не то, что нужно, потому что избегаешь непосредственно каких-то вещей, это тоже, возможно, с психологией связано. Короче, ребят, у меня все хорошо, спасибо большое, мы продолжаем полет с вами в космос, возможно, он будет не таким, как хотелось бы кому-то из вас, не таким, как мне бы хотелось, это будет некий микс того, как бы хотелось вам, как бы хотелось мне, для того, чтобы гармонично выполнять свою функцию перед людьми, перед этим миром, и в том числе оставаться в согласии с самим собой, вот. А в этом видео, ребят, который вы посмотрите, он про сторибук, особенно сегодня, актуальность сторибука увеличена в разы, потому что сторибук, инструмент, раньше, короче, ну, скажу честно, ребята не до конца понимают необходимость этого, этого инструмента. Как-то вроде бы, когда мы делаем какие-то эти UI-киты, сейчас такая тема модная, то, соответственно, ну, тут понятно, кнопочку повесили на сторибук, шмопочку повесили на сторибук, ну, зачем он нужен для проекта, где у нас поп-апы выскакивают, бизнес-логика, вот как он может нам пользу принести. И, ребят, скажу честно, не очень легко вам будет это понять, осознать. Поверьте просто мне на слово и начните применять сторибук каждый день. Ищите способы, как его применять каждый день и задавайте всегда вопросом, как мне его применять таким образом, чтобы он ускорял разработку моего продукта. Чтобы я, условно говоря, не нажимал кнопочку вперед, сюда, сюда, с сервера пришли другие данные, блин, как же запрограммировать логику, черт, надо. А чтобы вы могли создать некие такое окружение, некий такой сэндбокс для своего какого-то совокупности компонентов, некий такой интеграционный, скажем так, сэндбокс, где вы собрали части компонентов, закинули нужными какими-то моками какие-то данные. И в сторибук это все выложили, и в сторибуке это все у вас щелкается, просматривается, вы четко понимаете, как себя будет вести компонент в той либо иной ситуации. При этом вы разрабатываете через этот сэндбокс, возможно, там не делая настоящих запросов куда-то туда, не авторизуясь, короче, не перезагружаясь, там много страниц туда-сюда, не переходя из состояния в состояние. В общем, ребят, будет непонятно, начните с малых шагов. Да, помните, Кабс, да, как подробно еще курс, кстати говоря, он тоже переостановился, но мы на нашем канале Эти Инкубатор продолжим его выпускать. И вот там вот сторибук, 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 и я очень сильно настоятельно прошу каждого моего зрителя, кто вообще в реакте. А кто-то из вас, ребят, уже работает и даже про сторибук думать не думает и такой, эй, что-то я как-то не расту. Попробуйте мыслить немножко более архитектурно, сторибук заставит вас мыслить более архитектурно. Ваш код заставит быть более тестируемым, более легко тестируемым, более модульным и так далее и тому подобное. Поэтому, в общем, это первое. Второе, то видео, которое вы будете смотреть, сторибук, версия, версия, версия убегает вперед. немножко меняется или прилично меняется некий интерфейс, скажем так, как с этим сторибуком взаимодействовать, как описывать вот эти компоненты с этими настройками и так далее. Та версия, которая будет в данном видео, она тоже рабочая. То есть условный Backward Compatibility у нас соблюдается обратная совместимость. То есть вы можете писать точь-точь, как в курсе здесь. Я вам рекомендую написать точь-точь, как в курсе, многие вещи у вас заработают. Какие-то вещи не заработают, придется делать самостоятельный инвестигейшн, учиться читать документацию, чат GPT спрашивать, гуглить. Это, ребят, часть, которая, опять же, сделает вас сильнее, закаленнее, потому что сегодня на рынке нужны не те программисты, которые быстренько умеют по готовому рецепту что-то делать. Нужны те программисты, которые умеют решать проблемы. Поэтому, ребята, удачи вам, любви и терпения, хорошего просмотра. Storybook – это та самая книга истории, в которой вы впишите свою успешную историю, своего трудоустройства, своего профессионального роста. Я вам в этом помогу. Привет, самураи. Привет, студенты инкубатора. Летим дальше. Уже с вами, ребята, идем по такому новому сценарию, который специально, да, делаю для того, но программу переписываю уже в какой раз. Ну, вот сейчас просто вообще бомбезно, друзья. Втыкаем, глубоко втыкаем в TypeScript, да, тренируем его настоящий взрослый TypeScript, ребят. Это просто на голову вас выше делает. Этот юнитест, да, с которым мы начинаем потиху знакомиться. С нативного начинает JavaScript, внедряя его в React. Это просто тоже, это просто такое знание, которое вас делает на голову интереснее и привлекательнее работодателю. Потому что, ну, профессионал сегодняшний, ну, короче, вы должны быть упакованными. Вы должны делать, писать код так, как его будут писать в компаниях, в больших компаниях, на серьезных проектах. Да, и примерно эти инструментарии, которые используются там, мы с вами используем для того, чтобы вы потом не пугались, для того, чтобы вы знали примерно, как это делается. К сожалению, ребят, к сожалению, нет общего правила, как делать то либо иное. Да, даже нет, представляете, вот React. React. Поэтому это библиотека React, что она сама по себе просто эффективно отрисовывает UI. Но нам-то приложение надо писать, SPA-приложение. Соответственно, там должен быть State. Как State там управлять? Давайте Redux подключим. А как его подключим? Давайте там на классовых компонентах Connect вообще будем использовать. Давайте Hook'и будем использовать. Давайте будем библиотеку там Redux, называется Redux какая-то там библиотечка. Redux Actions. Давайте Redux Toolkit. Тот, что мы с вами будем. А давайте в Redux Actions определять вот так вот, осанки вот так вот. Немножко по-другому. Не говоря уже про типизацию. То есть все очень по-разному, к сожалению. То есть, да, вот этот зоопарк в React, который существует, огромный зоопарк подходов. Соответственно, да, немножко как бы это, с одной стороны, упрощает вход, что ты делай как хочешь, и это будет работать, и все будет хорошо. С другой стороны, усложняет новичкам, особенно переход из проекта в проект, потому что, блин, по-другому как-то все делается. Поэтому, ребят, важно познакомиться со взрослым набором инструментариев, который на самом деле фундаментально, как бы оно там ни делалось по-разному, синтаксически фундаментально все остается одним и тем же. То есть у нас есть проблемы, которые нужно каким-то образом обыгрывать. У нас есть проблема стейта, мы его можем либо локально, либо редаксом, либо обиксом фигачить. У нас редакс, если есть, то там по-любому. Наша задача как-то задиспатчить. Либо это хуки будет, либо это map dispatch to props. Нам надо как-то стейт взять. Либо это connect будет, map state to props, либо это use selector будет. Концепция selector, она и в коннекте тоже актуальна. В поздних выпусках React путь самурая это будет. То есть, по сути, проблема есть, просто по-разному решается, и ваша задача осознавать проблему. Осознавать проблему, я буду стараться вам в видео сейчас на эти проблемы делать дополнительный акцент, чтобы вы ориентировались в этих проблемах. Потому что проблема первичная, их понимание. А уже как их разрулить, вторично. Те же юнит-тесты, ребят. Юнит-тестирование в React, оно вообще много... Можно так, 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 кучей дополнительных библиотек. И, короче, ты такой думаешь, блин, а как же все-таки правильно тестировать? Поэтому... А в тестах, на самом деле, опять же, как тестировать правильно, фиг его знает, да, но фундаментально, там 5-10 правил тестирования, они стандартные всегда везде, на любом языке программирования даже. Поэтому, да, берем и тестируем. А потом просто в другом проекте, может быть, будет эта же проблемка, этот же аспект тестирования будет реализован немножко по-другому, но вы будете понимать, что, ага, мы такое делали, но делали по-другому. И вам не будет страшно, да, ну... И вообще так всю жизнь, ребят. Так всю жизнь. Фундаментально мало чего меняется, синтаксически много чего, быстро меняется. Соответственно, имея определенный фундамент, а как фундамент получить в вашем случае, например, кто условный, да, в айтишнике, без обид, как бы так, просто кто вот впервые вообще с программированием сталкивается. В какой-то момент времени, вот когда попадете на работу, стараться не расширяться в ширину, а углубляться в глубину. Конечно, становится иногда скучновато и проще, да, гораздо расширяться в ширину, чем углубляться в глубину. Расширяйте ширину для того, чтобы кайфовать и понимать, что, о, как я свой кругозор расширяю. А второй момент, продолжать наяривать одну и ту же технологию в глубину, чтобы в себе это глубинность это развивать. Потому что имея эту глубинность в любом языке программирования, в одной какой-нибудь любой технологии, вы потом эти все концепции сможете перенести на любые другие ситуации, и будет все круто. Сегодня мы с вами, ребят, будем подключать к проекту Storybook. Вы из React, как подробно знаете, что такое Storybook. Да, но мы его подключим к этому проекту. Вам очень-очень желательно, практически обязательно, подключить его к социальной сети. Обязательно даже, нежелательно, обязательно, ну в домашках мы пропишем, подключить к социальной сети. Для того, чтобы начать тренировать этот подход и видеть отдельные компоненты, и как они работают. Второе, да, Storybook, Storybook позволяет нам тестировать еще компоненты. Этого не будет, скорее всего, в React, как подробно этого не было, а вот сейчас это будет. То есть мы будем с помощью Storybook тесты писать. Какие тесты именно, да? Тесты компонент. Короче, есть такой подход, ребят, что такое вообще фронтенд программирование? Как ни крути, какие бы там бизнес-логика стоит, запросы на сервер, какое бы это все ни было, конечный результат, это картинка, которую видит пользователь. Так вот, да, как бы есть такой подход, называется снэпшот тестирование. Снэпшот, условно говоря, скриншот, снэпшот, как снимок, снэпшот, да, переводится как снимок, фактически как скриншот. То есть у нас есть какая-то компонент, она отображается, а мы такие смотрим глазками на нее, блин, ну, круто отображается, правильно отображается. Давайте сделаем скриншот, сделали скриншот и говорим, это хорошая версия нашей компоненты. Все. И дальше, когда мы там что-то меняем, 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 программа, если мы тест написали, автоматически делает скриншоты, и если новые скриншоты не совпадают с тем, что было, будет выскакивать уведомление, сорян, чувак, что-то произошло, компонента выглядит по-другому. Да, и мы можем сказать в этом случае, блин, так это так задумано. Компонента, мы ее изменили компоненту, поэтому визуально поменялся внешний вид. Но в этом случае, тогда скажи, что этот новый скриншот является как бы эталонным, с которым будем дальше сравнивать. Окей, зафиксировали. А если вдруг нет, это случайность какая-то, то есть это бага какая-то, которая заставила компоненту выглядеть иначе, то мы, нам система тестирования об этом говорит, и мы такие, блин, там сравниваем два скриншота, видим, да, отличие, да, видим, это бага. Супер, спасибо тебе, система тестирования, с помощью снэпшотов. Фиксим. И все, и тест не ругается. И идем дальше. И вот такая вот картинка, да, то есть это уже называется что-то вроде интеграционного теста. Мы когда тестировали сами редюсеры, это были юнит-тесты. Почему это были юнит-тесты? Потому что мы тестировали конкретный какой-то юнит. Юнит это какая-то единица чего-либо функционала какого-то, функциональности какой-то. Да, редюсер это функция. Мы тестировали, что если на вход редюсеру дать это, на выходе получим это. То есть такая, да, очень простая, простой такой тест. Интеграционный же тест, он говорит о том, что мы как бы тестируем все вместе, как это, как это интегрируется между собой. Там много есть всяких таких определений. Ну, условно говоря, это уже не отдельное тестирование отдельного маленького кусочка, изолировано от внешнего мира. Это как бы тест уже такого большого, чего-то многих частей, как они заинтегрированы вместе. И вот, собственно говоря, ну, понятно, что скриншотовое тестирование. Мы скриншот делаем готовые компоненты, компоненты взаимодействуют там с редаксом, с стейтами, там с чем-то еще. И мы делаем итоговый, как бы, снимок. То есть, да, это в какой-то степени частично можно назвать интеграционным тестированием. Вот мы сегодня этим с вами займемся, летим. Так, ребят, давайте с вами проинсталируем Storybook. Да, то есть Storybook, Storybook это такая библиотека, которая, которая есть, имеется, на которой, которая есть для Angular, для Vue, для React, то есть ее можно использовать для разных фреймворков. Все эти фреймворки, условно говоря, компонентно ориентированы, то есть во всех этих фреймворках, библиотеках React, Angular, Vue, там, Svelte, там, я не знаю, Svelte поддерживается, не поддерживается, поддерживается. Ember, Svelte, все они, да, устроены на том, что мы создаем компоненты, условные теги, которые сами по себе что-то как бы умное делают. И вот, да, мы хотим эти компоненты, отдельные теги, видеть отрисованными где-то, чтобы на них смотреть. Вот видите, демонстрация такая, чтобы на них смотреть и понимать, что они работают хорошо. Да, глазами, видеть изолировано, видеть изолировано все эти вот теги, которые мы создали, и видеть глазами, что они все хорошо то есть глазами плюс как документация мы видим что например мы можем увидеть исходный код и посмотреть как этим этим этой компонентой пользоваться то чем мы сегодня займемся так вот как установить да на любой общей библиотеке любой фреймворк ребят который вы будете использовать всегда есть что-то подобное типа get started практически на любом фреймворке на любой библиотечке которую хотим подключать get started то есть типа с чего начать и как правило за с этой страничке вам и надо начинать там как правило будет какая-то общая информация о том что делать чтобы получить чтобы запустить и так далее старайтесь старайтесь когда вы разбираетесь чем-то новым ни каплю ни каплю не отступать от вот этой вот этого примера который здесь и делать точь-точь по примеру не пытаться сразу адаптировать под свою задачу попробуйте сначала сделать точь-точь пример отсюда да из из демонстрации из примера этого стартового потом только переносить на свой проект в реальной жизни потому что как показывают ребят моя практика да я условно там не супер мега гений то есть вообще не день и да то есть какой-то степень даже ту году я когда пытаюсь сразу натянуть сову на глобус сразу берешь вот этот вот проект и сразу кинуешь понимаю пример вижу сразу на свой проект натягиваешь и получается дичь потому что проект сложнее чем пример и сразу ты такой блины где же ошибка а сначала до лучше потратить время небольшое время до сделать стартовый этот пример example уже найдем как бы зафиксировать знания как это все делается потом уже пытаться переносить на свой проект так будет гораздо ребят лучше ну вы сейчас под присмотром а им introduction то есть читаете в райт stories тут все написано да как бы к сожалению примером здесь нам стоит буква react здесь написано как это все что запустить нашем случае мы делаем это вот такой вот командой то есть мы должны находиться в к папке проекта нашего и прописываем эту команду и у нас storybook устанавливается что значит устанавливается storybook значит что в этой папке сейчас в пакаде сони запишутся библиотеки потянутся нужны затянутся потянутся скрипты сюда допишут скрипты до старт билл джесс и джект мы когда npm run старт пишем имеем ввиду ведут этот вот старт когда мы пишем там yarn тест или тем ран тестом то имеется ведут этот тест запускается тестовая среда настроенная там скрипт с каким-то дополнительной командой тест react script это ну упакованный с помощью create react app вот это вот настройка проекта в react script она вся сидит там настройки выпака и бейблов и шмейблов и всего-всего на свете так вот сейчас да нам добавится здесь сюда записи определенной создастся две тестовые истории и да еще что такое что такое этот storybook то есть как какой его принцип работы у нас да вообще еще раз мы пишем код свой исходный код давайте напишу т.с. ой 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 плюс тест то есть мы пишем логику там редакции реакты пишем дальше это все там превращается в java скрипт это все но чтобы попасть в браузер до vpack запускает сервак на local хосте с адресом local хостом порт 3000 то есть сервер да это все попадает на сервер и сервер уже мы этот адрес забиваем в адресной строке браузера и у нас до в браузере видим картинку такая такая вот такой вот сценарий так вот сейчас storybook там устанавливается фоне storybook запускает отдельный сервер то есть трибу говорит так мне тоже запустить сервер чтобы вы могли свое предложение запускать в браузере и мое я запущу другой сервер да то есть условно говоря storybook у нас это тоже набор этих файлов каких-то только ну stories да там 100 stories stories и там тоже самое это все превращается в джесс это все уже разворачивается на local хост local хостом 9000 там какой-то 9 по моему порт и мы тоже можем запустить его в браузере там но в отдельной уже вкладке например то есть да этот stories папа поднимает storybook поднимает свой серво счет при этом да мы тоже как как в конечном итоге да общих что происходит когда мы хотим свое приложение которое разрабатываем закинуть на сервак мы вместо того чтобы поднимать local хост мы просто говорим build да есть такая штука здесь build условно говоря если мы блинский ошибка у меня со storybook упала какая-то потому что у меня не знаю какая в любом случае в этом случае если у вас падает ошибка нужно нпм зачистить кэш нпм а странно очень часто у меня что-то подвисло а нет не подвисло нужно зачистить кэш нпм а такое бывает друзья сейчас нпм кэш клеер то есть да кэш кэш есть у всего про кэш мы еще поговорим кэш это что промежуточное чтобы по сто раз не стягивать там с интернет эти пакеты которые мы устанавливаем нпм кэширует там глобальную папку куда она установилась но мы скажем что мы хотим кэш это зачистить сейчас лучше на стык оверфлоу нпм networking after ну короче вот такая вот форс значит принудительная форс жестко там все зачистить вообще под ноль подчистую скорее всего в этом проблема я короче если проблемка возникает то я обычно так и делаю давайте посмотрим сейчас кэш зачистится и я опять запущу инициализацию этого storybook а внутри моего проекта кэш зачистился запускаю инициализацию storybook а внутри моего проекта так вот возвращаемся ребята здесь есть такая команда build если запустить npm build то у нас создастся папочка будет называться там dist destination как-то я не помню сейчас не буду запускать чтобы два процесса не крутилась одновременно да и грубо говоря мы получим вот этот javascript просто лежащий в отдельной папке мы его прям можем увидеть и мы этот javascript должны уже отдать на какой-нибудь сервер да чаще всего engine x сегодня этот сервер либо на node.js либо любой то есть это набор статических файлов html здесь лежит да естественно 1 html и javascript и мы даем и сервак ее показывает то же самое со storybook а ну вы ребят с деплоем сайта своего социальной сети на сервак в поздних выпусках еще поработаете узнаете что это то же самое stories stories можно storybook можно скомпилировать и выложить на отдельный сервачок и просто до этим storybook а могут пользоваться тестировщики дизайнеры то есть заходят и смотрят как вы программисты наверстали насоздавали компоненты и соответствует ли они дизайну менеджеры там да эти ю и ну те тестируют короче ну то есть тестировщики в первую очередь и дизайнеры смотрят все ли вы как программисты сделали хорошо тестировщики проверяют работают ли та компоненты как ожидает пользователь как логично и так далее смотрим опять ошибка опять ошибка сейчас я подумаю что это за ошибка а стойки ворнинг он мне сказал айшу hope you don't that you are doing я надеюсь вы знаете что you are doing что вы делаете только при этом я так и не понял npm cash force работал или а юзинг да надо или нет не надо прописать сейчас я здесь не вижу чтобы как бы кэш почистился по итогу сейчас еще раз форс айшу и хоуп но по-моему должен показаться что хотя бы что-то произошло что юзинг форс можно написать но вообще нет клин юзинг нет такой команды нет сейчас одну секунду раньше было примерно так то есть я гуглил забирал отсюда нпм кэш клин нпм кэш верифай форс нпм кэш верифай нпм вор юз форс не это просто предупреждает скорее все зачистился почему не ставится сейчас почему не ставится если пока джейсон закрою почему не ставится npx storybook sb и нет я нахожусь в нужной папке не знаю почему сейчас попробую еще раз о друзья я предполагаю знаете что что у меня просто интернет очень медленный когда интернет медленно он не успевает подкачивать что-то и вообще-то говорит ой типа дичь как это происходит я вообще торможу и ошибка скорее всего ребят из-за этого скорее всего из-за этого сейчас я попробую с модемом что сделать или дверь хотя бы открыть чтобы модем переставить дом ну короче будет сейчас лучше то есть знаете да что если connection слабый очень то он не успевает что подкачивать там вся связь связь обрывается и он типа блин дичь по не хочу дальше да то есть вывод какой делаем пытаемся пытаемся иногда пытаемся прям пробиться головой до в некоторых ситуациях когда в такие вот инфраструктурные проблемы когда что-то не билдится что-то не работает и тут ничего не остается кроме как пытаться пытаться что-то еще проделать несколько раз зайдя слева справа да в частности попробовал почистить кэш хотя как бы скорее всего проблема не в этом так друзья честно говоря я впервые с такой проблемой столкнулся смотрите давайте посмотрим попробуем попойти то есть не помогло да не помогло дать пробуем пойти вот в лог и посмотреть что там да он горжи короче говорит что парсинг да то есть надо ошибки ребят читать не может джейсон инпут while parsing near file count то есть какой-то символ да то есть или я в пк джейсоне что-то наворотил да какого-то символ здесь поставил и мечты кажется что так оно и есть а где-то пока джейсоне чего-то здесь руками наворотил для этого да я могу всегда пойти о богат а где гид здесь почему нету гита плохо что нету гита стойте а здесь сидит from блин local history по крайне тут есть еще local history а такая и который сам веб-шторм предоставляет я смогу кликнуть по пакет джейсона сам веб-шторм тоже немножко показывает что там с чем происходило с файликами то есть такая как бы запасной вариант и не вижу я отличие да то есть отличие как бы нет отличие в файликах нет я вот control z control z control z control z окей иду в этот лог файл иду в этот лог файл открываю да хотя бы даже вот здесь вот в браузере info it work it if the ends бам-бам-бам нпм кэш ну видите нпм кэш нпкс то есть она как будто бы проблема там сейчас самый конец идем не может что распарсить но вот версия такая а это вера был просто она говорит какая у меня чё вот не может распарсить парсер better но индекс джесс в этом случае друзья в этом случае как бы какой-то конфликт да то что я забыл опять то что вы стандартные действия почистить кэш стандартное действие удалить not models удалить not models и в принципе если пока вы работаете в одиночку да даже не в одиночку короче удалить в файле сейчас удалиться говорит что там типа не могу что-то удалить как будто бы на самом деле сейчас делит должен удалить то есть папка должна исчезнуть там ничего не должно быть час я позакрываю все консольки все удалилось и еще yarn log или npm log или yarn log удаляем я об этих двух файликах вам еще расскажу потом и yarn делаем установку пида во первых просто установку делаем yarn устанавливая да на ворнинге не обращаем внимание самое главное чтобы не было эрора процесс установки длительный особенно если мы чистим кэш то в этом случае почистка кэш означает что надо все скачивать хотя yarn и npm они вообще немножко работают по-разному я не знаю когда мы чистим npm кэш как yarn это реагирует скорее всего yarn себе там тоже что-то защищает то есть yarn он старается оптимизировать загрузку этих и хранить немножко пакеты по-другому то есть yarn вообще с ним вообще меньше проблем чем с npm а хотя yarn как бы поверх npm а дать и поработает так и все ставим то есть access там все хорошо и ставим а я закрыл консольку сейчас я эту команду скопирую и storybook а control c control в хух молимся не друзья упала ошибка и это на самом деле очень радостно control c сейчас мы эту ошибку прямо таки и загуглим ошибка специфическая но тем не менее может быть прямо ее и словим не вижу не вижу не вижу не вижу сейчас ладно давайте посмотрим что может быть с angular силой но вот они предлагают чистить кэш и действительно это обычно помогает я только не что-то не врубаюсь друзья как этот кэш чистится почему-то он у меня как будто бы не чистая не помыть от warning раньше его не было он просто говорит что чувак то есть почистил он или не почистил а после почистки этого давайте мы сейчас закроем вообще веб-шторм и откроем его заново так за закрыл все копии ребят в веб-шторма закрыл все копии веб-шторма и сейчас попробую и открыл заново и попробую сейчас еще раз эту команду внести сюда почему это пришлось делать закрывать веб-шторм потому что когда веб-шторм да я пользуюсь консолькой которая ну внутри как бы веб-шторма сидит соответственно веб-шторм эту консольку хотя их закрывал вроде консольки открывал новый хотя может быть достаточно было просто убить консольку и создать новый терминал да здесь внутри но помню иногда такое тоже не прокатывал а после закрытия открытия все срабатывало так еще подождем ну судя по всему уже она работает дольше чем работала и скорее всего все будет окей эврика друзья все проинсталлировалось все окей супер storybook у нас появился соответственно пока gson у нас должны были скрипты появится просто файлик не обновился сейчас его закрою не рефрешнулся здесь открою и мы увидим что у нас скриптах добавились два скрипта которые билдят storybook это билдят отдельное приложение которое мы можем развернуть на где-то хостинги чтобы там тестировщики верстальщики могли смотреть дизайнеры не верстальщики мы по сути верстальщики с вами хотя и верстальщики тоже storybook а это да запускается storybook наш storybook давайте запустим его story yarn yarn storybook enter и сейчас вот на таком порту поднимется storybook сервак опять же да когда мы стартуем storybook а здесь видите порт можно поменять на свой если надо еще какие-то настройки надо читать документации что это значит я честно говоря не а public по моему означает что можно через этот порт к этому к вашему компу если по сети вы соединены кому-то другому за конекцию по моему посмотреть но могу ошибаться не наверное ошибаюсь таки потому что здесь паблик тоже есть что-то другое так все могу кликнуть вот сюда вот например они 2 до внутри вашей ее network по такому пути можно передать как бы эту ссылку там коллегам которые сидят в офисе и они по идее это тоже увидят это очень удобно да например чтоб дизайн не разворачивать нигде но дизайнеры могли подключиться и видеть в процессе что у вас происходит так все вот у нас две истории то есть какие-то условные две компоненты а внутри вот сидят разные истории которые эти компоненты тестят эти две истории оставляем не тронутым дальше супер так как мы работаем ставь скриптом нам надо ввести некоторые настройки в конфигурацию storybook а папка storybook main.js файлик . storybook здесь сидят настройки storybook а мы говорим первым делом что нас интересует то есть все файлы у которых название какой-то звездочкой типа маска называется до маска как типа как бы маска как бы шаблон которым должен соответствовать файл лежать должен в сорс папке в любой под папки или даже без под папки неважно вы название файла любое но главное чтобы потом была . stories . js мы говорим . tsx да не ошибитесь . tsx и и и и и и и ну рестартануть нам придется рестартануть нам придется нашу скорее всего потому что так она конфигурация когда как правило меняется мы вынуждены перестартовать переставать сервер то есть когда меняем просто какие-то отдельные истории дописываем storybook перестартовать не надо но когда меняется конфигурация конфигурация это всегда важные как правило конфигурация вынуждает нас перезагружать полностью сервак аналогично если бы мы там например в пакет джи sony что проинсталировали да иногда например то и как правило переинсталляться до пакетов означает, что желательно перестартовать сервак, потому что потому что вебпак может не заметить эти изменения и соответственно все супер, нам говорят о том, что ни одной истории нет, это все потому, что мы сказали, что наши истории это TSX, а у нас две демо истории, которые были, они .js, если мы поменяем на TSX то все заработает, но это учебные истории которые пока оставим, чтобы с них там кое-что скопировать, но они нам в принципе не нужны, летим дальше, добавим историю для какой-нибудь компоненты нашей например, additemform истории, как и unit test помните, unit test мы писали у нас есть редюсер, тут же тест мы пишем, рядом файлик лежит только с приставочкой, с расширением дополнительным тест, рядом с тем, что мы тестируем, аналогичный подход есть два подхода, есть подход другой который говорит, что давайте тесты хранить в отдельной папке и там все тесты будут один, другой подход говорит, что давайте тесты хранить рядом с файликами, такой вариант мне больше нравится, хотя это дело вкуса на проекте может быть по-другому то же самое с историями, давайте истории хранить в отдельной папке, нет, давайте хранить истории вот рядом, рядом вот здесь вот, ctrl-c, ctrl-v stories, не опечатайтесь, название важно потому что конфигурационный файл он смотрит, что именно stories.tsx stories идем сюда, зачищаем здесь все нам здесь пока ничего не нужно и да, что такое stories, да еще раз, что такое история, чтобы наш storybook мог эту историю проанализировать потянуть и отобразить надо, чтобы у этой истории был какой-то дефолтный экспорт в этом дефолтном объекте, который мы экспортируем по дефолту, должны быть обязательные какие-то атрибуты сейчас давайте посмотрим, что именно title и component при этом компонент мне кажется не обязательный, хотя может и обязательный, давайте title и компонент title мы будем add item форм, ну например stories stories, add item форм компонент, давайте вот так com это просто текст, который будет отображаться, сейчас покажу где, а это компоненты, которые мы будем тестировать add item, вот так, это важный момент короче, ну, то есть компоненты вот, все, welcome, это тестовая компонент, ее удаляем отсюда все, да, все, мы фактически создали историю, просто как бы раздел у которого просто об этой компоненте нет еще ни одной истории, видите, пока я там что-то сохраняю оно там что-то продолжает долго-долго думать сейчас, я не знаю, что он так долго думает то есть сама история должна появиться здесь ну, скорее всего, нет, она что-то долго-долго компилирует, давайте дадим ей время докомпилироваться так, здесь какой-то прогресс перестал идти, сейчас смотрю здесь обновилась, но нашей истории здесь не появилась так, честно говоря, я немножко не понимаю, почему ну, как минимум, у нас сейчас, да, мы до конца нашу историю не дописали давайте допишем нашу историю до конца давайте все-таки экспортируем конкретное что-то, да, конкретно что мы тестируем и вот давайте, например, с add item формом i-code скопировать нельзя, потому что, то есть, да, создадим истории, каждая история конкретная ну, как бы, я не знаю, честно говоря, история есть, видите, на этой истории, то есть это мы файли, как бы упаковываем категорию, как бы, такой, ну, совокупность историй, а каждый экспорт уже это конкретная история, то есть мы говорим, например, add item форм, назовем его base example, то есть базовый пример, как работает add item форм и мы здесь создаем другую компоненту, ребята то есть фактически мы здесь создаем компоненту, который также пропсы приходят, да, но мы их никогда не используем, потому что этой компонентой уже пользуемся не мы, а storybook да, то есть, ну, фактически мы, каждая история это отдельная компонента, которая, в свою очередь, использует вашу компоненту в каком-либо сценарии например, add item форм, так я хочу ее в каком сценарии использовать, ну, во-первых я хочу просто ее отобразить, да ну, как минимум, чтобы отобразить, надо какой-то передать add item callback, который будет вызываться, когда в этой формочке что-то ведется и нажмется кнопка добавить да, давайте этот callback, вот так пока передам, сюда придет видите, сюда придет вообще value, по-моему string, я не могу здесь ошибиться потому что мне TypeScript поправит title, ну, здесь называется, окей string, и я в alert покажу этот title так, так, так на что ты ругаешься, ни на что не должен ругаться сейчас посмотрю, где-то фигурную скобку не закрыл а, да, еще не хватает фигурной скобки одна фигурная скобка закрывает нашу вот функцию тело функции, а другая фигурная скобка это вот блок, джаваскриптовый блок на что сейчас ругается, скорее всего ни на что скорее всего это просто какой-то глюк, сейчас, вот оно что-то билдит что-то оно долго, честно говоря, билдит ошибка, сейчас react, а, react не хватает импорта реакта, alt-enter, add react import statement сохраняем, оно билдит так, ну, вроде как бы замолчало, вроде сбилдило идем сюда и видим, что, да, наша, наша история для вот такой вот компоненты, видите, здесь title отображается тот title, который мы ввели вот здесь вот этот вот title тут отображается а здесь конкретно отображается вот наша история вот внутри вот конкретная одна история видите, оно вот это вот add item form base example camel case разбило на отдельные слова то есть, ну, так типа для читаемости уже как бы для обычного человека так проще, да, чем вот это читать camel case, это для программистов и вот наша формочка если я здесь что-то введу и нажму плюсик, то 1, 2, 1, 2, 1, 2 а мне наружу выходит 1, 2, 1, 2, 1, 2 обратите внимание, да, эта формочка является контролируемой или неконтролируемой видите, мы ее используем и не передаем ей никакое value которое она отображала бы здесь и не управляем этим value извне значит формочка сама управляет своим состоянием своим, тем значением, которое в ней накапливается нам же, да, как бы в принципе и мы с этим, ну, в этом случае, окей зачем нам это контролировать нам самое главное из этой формочки пускай форма сама контролирует пускай не дает возможность как бы, вот видите, пустую пустое значение засабмитить, условно говоря наша задача реальна наша задача получить от нее значение, которое уже от сабмита получится вот оно значение то есть формочка нам с помощью коллбека, да, условного телефончика мы ей подкидываем телефончик и она нам звонит когда у нее там произошло событие добавления формы то есть at form item внутри вызвал внутри вызывает наш props at item то есть вызывает коллбек, который мы в пропсах дали и сообщает тот тайтл который у нее вот в локальном стейте сохранился, напечатался и таким образом мы увидели этот алерт чтобы, ребят, не тестировать с помощью этих алертов нам редакс нам этот storybook предоставляет специальные экшены специальные функции которые позволяют выводить вот значения, которые с событий срабатывают ну короче вызовы наших коллбеков чтобы понимать с чем они с какими значениями вызвались в консоль можно было логировать можно было бы но консоль условно говоря в 12 надо всегда нажимать и это, грубо говоря аналог консоли да, но чтобы в эту консоль что-то выводилось нам storybook дает специальные специальные экшен функцию специальную сейчас вот так button stories сейчас мы его заберем вот отсюда addons расширение условно говоря экстеншены специальные мы с ними сегодня познакомимся и вот мы говорим нам нужно такое расширение экшен экшен это функция если мы ее вызовем вызовем и передадим в нее текст то есть, да например item title ну button button add was pressed inside the form то есть кнопка добавить была нажата внутри формы то есть, да вот мы так как бы даем описание этого экшена и дальше нам экшен когда мы его вызываем он нам выплевывает помним, да что вызов любой функции всегда порождает какое-то одно фиксированное значение то, которое эта функция ретурнет если функция ничего не ретурнет если внутри функции экшен нет ретурн то тогда у нас появляется на месте вызова функции undefined но экшен ретурнет и то, что она ретурнет мы можем записать в переменную которая будет называться ну, callback callback и вот мы этот callback и мы дальше этот callback можем отдавать любым нашим callback ну, нашему callback вот, например вот сюда как callback функция мы ее назвали callback мы ее даем как callback внутри пропсов add item форму отдаем все и add item форм по итогу вызовет этот callback и этот callback нам, кроме того что выведет это сообщение еще это так специально экшен возвращает такой callback который если его вызвать напечатает это сообщение а потом следующими параметрами напечатает все, что в этот callback было передано а в этот callback внимание было передано add item вот мы вызываем передается title то есть какой-то title а вот чтобы можно было отслеживать в этой условной консольке этот callback и для этого и служит служит вот он выводит текст button add was press а потом говорит с какими параметрами было вызван наш callback так как параметр 1 ну в массив он все эти параметры упаковывает так как параметр 1 то в этом массиве сидит одно значение ввожу больше цифр еще раз да то есть самое новое значение вверх да перезаписывается не как консоль по 12 разработчиков вниз а вот все сверху все и таким образом мы с вами можем потестировать как это работает такая небольшая как документация получается презентация документация то есть как работает наши компоненты наши строительные блоки ребята это очень важно да правильно закодить отдельные маленькие кирпичики чтобы потом из них можно было собрать все приложение летим дальше давайте дальше по аналогии создадим историю для таски у нас есть маленький компонент таска который да в этот ну в туду лист у меня сейчас не запущен давайте я запущу этот туду лист по итогу запущу его так запустилось создадим туду лист и вот создадим две таски таска 1 таска 2 и вот эта вот строчка это у нас компонент таск да мы на прошлом занятии с вами по-моему на прошлом кажется ее вынесли в отдельную компонент вот таск она у нас есть то есть наш туду лист по итогу отрисовывает пробегается по объектам таскам и отрисовывает компонент тут таск да и мы сейчас вот эту вот штучку и туда перенесем в истории то есть возьмем ну сейчас таск давайте я для таски скопирую историю для это item form ctrl c ctrl v переменую здесь таск нажиму enter экспортируем отсюда да сейчас проверю таск stories говорим что таск компонент говорим таск здесь тот компонент который мы тестируем импортируем его так callback мы сейчас создадим который нужно а здесь сейчас по примере то есть таск base example таск base тоже ну базовый пример какой-то то есть использование компонента таск и да так как у нас таск может быть с разными значениями то есть да там чекбокс может быть поставлен может быть не поставлен текст разный чтобы это продемонстрировать мы поэтому с вами обернем услуг в условную дивку или в пустой да вот так вот в пустой как бы в реакт фрагмент это называется раньше потому что надо было обязательно писать реакт фрагмент сейчас да есть такая возможность уже давно просто писать пустоту чтобы лишним не засорять текстом и вот сюда мы сейчас 2 это таски отрисуем control c я отсюда из туду листа и заберу control v то когда передам правильное значение скажу там есть одна таска в качестве таски я и передам объект то есть я говорю так в качестве таски передам тестовый объект у которого есть но я сделаю по аналогии с тем что у нас задание на уроке был айдишка издан у нас будет например true выполнено и title css то есть я заведомо закидываю какие-то значения которые 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 ну каким-то образом отобразят нашу таску в разных вариантах то есть две таски поэтому до 2 2 я таски дам false это это другое чтобы можно было увидеть что таски разные что таски разные и по-разному отображаются демонстрационный стенд и должен этот стенд выложить наши компоненты таким образом чтобы можно было увидеть что такие не нужен кейс пользу только когда маппимся кейс пользуется только когда маппимся так таск таск две таски второе дам айдишку 2 в качестве издан скажу false ну а в качестве тайтла что мы там gs так и колбеки до важно нет я должен прокинуть колбеки то есть пропсы вообще да говорят здесь нам не нужны в этом нашей истории то есть я напомню еще раз каждая история это компонент по итогу но просто нам не нужны то есть с пропсами мы не работаем но вот здесь вот да нам надо колбеки закинуть в нашу таску чтобы удостовериться что эти колбеки срабатывают ой туду ли стойди кстати говоря туду лист айди это сейчас туду лист айди один например а здесь туду листа иди два давайте пускай будет разных два туду листа то есть как будто таски принадлежат разным туду листам так и колбеки до колбеки мы делаем так так как у нас колбеков много колбек много да желательно создать по колбеку для каждого случая то есть change task статус колбек и говорим статус ченджет статус ченджет потом control d control d control d change task title выделяем control shift стрелка влево control v статус тайтл ченджет тайтл изменился и remove task call back task removed task удалиться то есть компонента до колбеки вызывает сообщает родители что я хочу удалиться я хочу изменить айтла хочу изменить статус и последнее это риму фаримов так все 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 сюда 3 колбека и мы эти три колбека закидываем 1 сюда 2 сюда 3 сюда ну и на аналогично со второй таской надо было сделать вот так control c выделяем control v control c control и все по идее теперь да это этот task base example появился в stories и мы можем на него посмотреть как он там выглядит и как он работает так одну секунду наша история она вот она так почему-то пропала сейчас почтовски появились а почему-то пропала история связанная с этой там фара вот короче это какая-то другая вкладка ну короче вот все до 2 истории перезагрузить просто пришлось мне страничку и вот наши две истории до которые мы с вами создали для того чтобы просто была демонстрация того что у нас происходит вот одна таска и 2 1 сейчас с галочка стоит у другой не стоит при этом важный момент да таска в отличие от этой item форм является контролируемой то есть зависимости того какая таска в меня пришла так и буду отображать соответственно я кликаю но галочка не убирается срабатывает лишь звонок родителю колбек вызывается внутри таски типа видите и в этот колбек приходит уже три параметра 0 в 1 false и to do list айди да почему так потому что я сейчас меняют статус если мы посмотрим внутри таски на где вот этот вот пропус который change task статус вызывает но видим да что это во первых функция действительная которая принимает на вход три параметра айтишка таски издан новое значение на который хочет поменяться и to do list айди в каком-то листе чтобы да там родители мог ее искать собственно говоря так и получается наш task stories так и получается что вот видите это компонента кричит что хочу на фолст поменяться хочу на фолст поменяться но не меняется потому что родитель ну просто вот выдуманным колбеком да с помощью экшена который мы создали колбек который просто логирует это это вот намерение обкатка компоненты то есть ну окей я тебя услышал залогировал то есть ну как бы ты как был выполнен таким и остался выполнен а я не выполнен я хочу поменяться на видите вторая таска с айдишкой 2 to do list 2 и на тру хочу на труп поменяться то есть изначально false здесь сидит но колбек говорит хочу поменяться на труда но так как то компонент контролируем и так как извне мы не делаем ничего с этой таской у нас нету никакой как бы функциональности никакой логики то есть ничего не происходит да для того чтобы демонстрацию сделал что она там удаляется что-то меняется можно было бы да сделать здесь локальный стейтик маленький условно говоря продублировать логику to do листа да но тогда мы условно уже to do list логику бы дублировали то есть это не такая уж простая логика да для демонстрации этого делать и не нужно при этом да еще смотрите внимание у нас в компоненте task используется editable span поэтому double click css если я поменяю что-то и уберу фокус то все возвращается на css потому что контролируемая компонента css здесь и остался но title change сработал другой колбик и говорит о том что их компонента хочешь поменяться на такое значение но мы такие об ссоре как бы но мы не будем на это колбак реагировать кроме того что просто как-то залагируем твое намерение то есть но у нас другие цели то же самое издали там да такая-то таска в садишкой 2 в туда листе 2 хочет удалиться а теперь первая хочет удалиться в туда листе 1 туда и мы таким образом просто тестируем наши компоненты давайте сделаем еще одна добавим историю для 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 editable span ребята эти истории кажется типа но тоже блин типа двойная работа типа двойная работа потому что мы создаем вот эти дополнительно во первых этот эти истории являются понимаете до документацией тестом то есть любой может и по подсказкой другим разработчикам как это ровой editable span тест написал заговорился story если надо было написать story с выйти был спан час все удалю тогда это мы одновременно пишем документацию одновременно пишем даем стенд возможность дизайнером менеджером и другой команде видеть что у за компонентов на есть в наличии а во-вторых да в третьих или в каких там уже в третьих 3 3 мы на базе этих компаний будем тест описать а в четвертых это самом деле дает вам возможность не запуская весь проект проверять как работает именно ваши компоненты и это заставить заставит вас писать компоненты такие чтобы их можно было независимо изолировано поместить ну куда-то засунуть и протестировать это значит что компонента ваша действительно компонента такая независимая сама по себе То есть она либо контролируемая, либо неконтролируемая, но она как бы, ее можно взять и просто вставить. А это хороший знак того, что вы делаете правильные компоненты. Итак, editable span, то есть вы не замедляете разработку, вы ее ускоряете. Поначалу, пока учитесь, конечно, вам надо вкурить в это все дело, настроить это все дело. Но когда вы это вкурили, настроили, дальше просто вот, просто ctrl-c, ctrl-v, и у вас как бы, да, и вы тестируете то, что так, удалю лишние, лишние штуки отсюда. Так, editable span, как я там назвал, editable span, form, editable span, base example, editable span, editable span, editable span, базовый пример. Вместо таски здесь рисую, так, таски вообще здесь мне не нужна, таска. Вместо таски рисую, ну, удаляю отсюда все. И говорю, что я здесь хочу нарисовать editable span, ну, мне даже вот эта штука не нужна. editable span, что он ждет на входе, ctrl-пробел, value ждет на входе, да, я говорю start value, start value, и ждет он change callback, да, чтобы что-то, о чем-то узнать. Ну, вот change, change callback назову его. То есть, value change, value изменилось, value change, а эти две штучки удаляю. Editable span является контролируемым или неконтролируемым, да, например, я уже не помню. Скорее всего, я помню, да, что акцент делаем на контролируемой. То есть, то, что извне передается, должно всегда отображаться в компоненте, пока извне мы не передадим что-то другое, да, ребята. Это самое главное правило, к которому вы должны стремиться. Значит, посмотрим, поменяется значение или не поменяется вот в editable span. Идем в наш storybook. Editable span. Start value. Double click. Значение меняем. Это неплохо, да, то есть мы хотим менять. Это еще не зафиксировано, не поменятое значение. Это всего лишь просто накапливание желаний измениться. Мы потом, бах. И она говорит, хочу поменяться на такое значение, но вышли из режима редактирования в режим отображения и показываем по-прежнему start value. Double click делаем. И здесь опять же то значение, которое на вход пускается. То есть, наша компонента работает, ну, красиво, правильно работает, так, как и планировалось. То есть, мы ее контролируем. Хотя, да, с себя мы сняли обязательство контролировать вот это вот редактируемое временное значение. Потому что нам извне это не нужно, да, как с формочкой. Мы не хотим контролировать, что сюда вводится. Ну, потому что, блин, пока оно вводится, оно нас не касается. Вот значение, которое зафиксируется, нам уже давайте его в бизнес, да, или там родителю снаружи. А пока оно не велось, забейте на него. Аналогично с editable span. Окей, мы тебе дали стартовое значение, ты отобразила. Дальше, когда ты перешел в режим редактирования, делай, что хочешь. Нам главное сообщи свое намерение измениться, а мы уже снаружи подумаем, измениться или не измениться. Так как мы просто намерение компонента измениться просто залогировали вот сюда вот во вкладку actions, то у нас, естественно, ничего не поменялось. И мы таким образом протестировали editable span. Это, ребята, такая простая штука. Простая штука до сих пор, да, как и в React, там, как подробно, я не знаю, там было уже, про контекст не было. То есть наши компоненты, они действительно ни от чего не зависят, кроме от того, что есть в React. Но помним, да, что у нас с вами редакс подключен. И, например, я хочу протестировать компоненту, которая у нас, большую компоненту app with Redux. По сути, это app with Redux. Это компонент всего-навсего, тег, который можно протестировать. Но проблема в том, что этот app with Redux, он внутри использует useSelector, редаксовскую инфраструктуру. И здесь, как бы, начинается, как бы, уже засада. Давайте попробуем app with Redux. Сейчас создадим историю, stories, tsx, удалим отсюда все. И создадим истории, сейчас я editable span, скопирую, ctrl-e, недавно открытые файлики, editable span, ctrl-a, ctrl-c, ctrl-e, app with Redux stories, ctrl-v. И говорю, что мы здесь будем app with Redux. Да, историю пишем для app with Redux. Закидываем сюда компоненту. Alt-Enter импортируем. Editable span удаляем. И app with Redux пробуем нарисовать. Обратите внимание, наш app with Redux компонент, она никаких пропсов не ждет, поэтому ее отрисовать, да, очень-очень просто. Грубо говоря, app with Redux, она неконтролируемая. То есть она вообще сама по себе живет и живет. И мы говорим app with Redux, base example, наверное, да. Базовый пример app with Redux. И, ну, change, давайте лишнее тоже удалим. Идем в Storybook. App with Redux, раскукоживаем и видим ошибку. Не может найти React Redux, context, value, please, ensure, оберни, что удостоверьте, что у вас в провайдер обернута вот эта вот штука. Что она обернута в провайдер. Да, здесь надо вспомнить вообще, как, почему такая ошибка выпадает. Здесь надо точно знать, как работает Redux. Как работает React и Redux. У нас здесь React какая-то компонента, например, app. Внутри, например, есть to-do list. Внутри есть там task. Это один мир. Второй мир это store, да, наш Redux. То есть по факту это объект store. Чтобы, да, как мы делали в учебном примере, store у нас мы импортируем сюда store наверх. А потом пробрасываем его через props все, кому он может быть нужен. Да, но пробрасывание через props не круто, не удобно. То есть много, как бы, store это что-то такое реально глобальное, нужное всем. Поэтому, как бы, долгая рутина такая, везде пробрасывать, короче, напряжно. Поэтому, что мы делаем, мы берем и, мы берем и, берем и, как-то надо store куда-то в другое место поместить, чтобы любая компонента могла его взять. Можно было бы в тупую импортировать store, в тупую импортировать store, просто в каждый файлик, и этим store пользоваться. Но это вообще, как бы, дичь. То есть, да, желательно, чтобы все-таки store находился в каком-то месте, который является подконтрольным относительно React. То есть, через props, на самом деле, это самая клевая вещь, но понимаем, неудобно пробрасывать в глубину. Так вот, есть такое еще место, называется контекст. Контекст API. Любая компонента, любая компонента, а мы даем, то есть, любая родительская компонента, и мы такой компонентой делаем специальную компоненту, которая называется провайдер. То есть, мы оборачиваем нашу ПП провайдером и даем ему наш store. То есть, делаем этот импорт единственный раз. И дальше, это компонента провайдер, любая компонента вообще может создать свой контекст. Не пользуется, это контекст ZIS, который вообще никакого отношения, просто контекст, какое-то окружение. И вот этот провайдер компонента может в этот контекст, такой прямоугольник, добавить этот store. Так, давайте ровненько. Добавить этот store. То есть, он лежит в этом контексте. Фишка этого контекста, что любая дочерняя компонента, то есть если я провайдер добавил что в контекст, то любая дочерняя компонента может быть консюмером этого контекста, потребителем этого контекста и обратиться к стору, к этому контексту и достать из него то, что провайдер контекста положил. И соответственно таким образом любая компонента дочерняя может быстренько достучаться до стора. Это тоже некоторое такое глобальное пространство. Глобальные пространства это всегда плохо. Как импорты просто, как я говорил, проимпортировать можно было бы. Это тоже, это еще более глобальный способ. Тем не менее, редакт, контекст, реактовый это контекст, это вообще реактовый контекст, это фишка реакта. Это считается таким, ну, позволительным способом, потому что оно под контролем реакта находится. И на самом деле там этот контекст, он тоже, условно говоря, в пропсы приходит, там в компоненты, ну, рядом с пропсами, да. Ну, когда появились хуки, немножко доступ и взаимодействие с этим контекстом стало другим, более удобным. Да, и теперь, ну, как бы об этом, эта тема такая сложноватая, она, в принципе, вам не особо пока и нужна. Потом, потом про контекст мы еще поговорим. Так вот, то есть теперь, когда мы используем, например, useDispatch, хук, внутри компонента, например, task мы хотим использовать, то эта компонента, обращая, идет к, ну, внутри хука, хук внутри идет к контексту, берет оттуда стор, у него забирает диспатч, и нам выплевывает этот диспатч, и мы его можем использовать. Когда нам надо из стора, из стейта что-то забрать, мы используем useSelector. Внутри этого useSelector прописан доступ, прописан доступ к контексту, из контекста берется стор, из него что-то получается. Да, если мы это посмотрим, идем по useRedact, вот useSelector, сейчас на него кликну, сейчас я могу попасть в саму реализацию этой функции, как посмотреть реализацию функции, а вот, я как-то попал в реализацию самого хука, use, например, Selector, и мы видим, что, да, вот мы сейчас из контекста, вот проверяем, что контекст, короче, есть, из контекста, забираем контекст, в контексте в этом сидеть должен store, сейчас посмотрим, в контексте сидит store, мы забираем этот store, и дальше, как бы, с помощью селектора забираем значения. Да, давайте посмотрим на другой хук, который более простой, useDispatch, например, useDispatch, сейчас я ctrl-click, наверное, вот это, ctrl-click, наверное, ctrl-alt-b, как бы войти в глубину, в реализацию этого, как бы, типа. И здесь мы видим тоже, да, достаем контекст редаксовский, а дальше у этого контекста, useStore, дергаем другой хук, то есть нам возвращается из контекста store, и мы этого store просто забираем dispatch, метод dispatch, и, как бы, да, из useDispatch, он выплевывается наружу, и можно пользоваться извне. Кастомные хуки, как писать, мы с вами этого дела коснемся, ребят, и напишем еще немало кастомных хуков. То есть данная идея какая, что это все работает через контекст API, вы должны это четко знать. Redux, расшаривание store работает через контекст API, прям заучите, запишите, это очень важное знание. Глубоко понимать, как это работает, не надо, но важное знание, что через это именно это работает. То есть магии никакой нет, когда мы пишем внутри useDispatch, use там, селектор. Соответственно, то есть возвращаемся к нашей истории. Наша история, она хочет достать значение из store. Наша история хочет достать значение. Наш компонент должен быть подключен к store, чтобы хуки эти могли к контексту, точнее, простите, еще раз. То есть наша компонента должна иметь возможность обратиться к контексту, и в нем должен лежать store, поэтому, чтобы, а store не лежит. Поэтому, да, мы должны компоненту нашу обернуть провайдером. То есть если мы обернем провайдером, в этот провайдер положим store, просто проимпортируем пока, положим store, alt-enter, import, то теперь наша история запустится, потому что была такая ошибка, обновляю страничку, потому что теперь наши компоненты лежат внутри родительской компоненты, которая добавила в контекст store. Все. И мы получили, да, внутри, 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 вот истории, вот, ну, фактически реализацию, полностью демонстрацию нашего, нашего приложения. И все работает, все окей. Но, да, ключевой момент, что у нас компоненты отдельные мы хотим тестировать. Сейчас, ребята, у нас, по сути, только APP with Redux обращается к Redux. То есть только APP with Redux у нас есть селекторы и useDispatch, и все остальные компоненты получают коллбеки и, условно говоря, являются чистыми компонентами, то есть никак, по крайней мере, ничего не знающим про Redux. Но если бы мы, да, уменьшили число экшенов, а об этом была речь в каком-то из видео, когда мы на Redux переходили, посмотрите концовку, я говорил, что-то для навороченных чуваков, как бы, кто вообще легко шарит, то нам пришлось бы и другие компоненты тоже вот подключать как бы к Store, и тяжелее было бы тестировать, то есть в каждой компоненте пришлось бы делать эту обертку. Поэтому, да, чтобы не делать эту обертку в каждой компоненте, у Storybook есть специальная такая концепция, как декораторы. Вообще декораторы это что-то, что декорирует то, что уже есть, не меняя особо сути того, что мы декорируем, то есть, да, прям декорации, то есть, есть какая-то движуха, есть что-то, а мы декорируем просто как бы сверху делаем какую-то обертку, которая немножко, как бы, суть меняет. Это очень похоже на контейнерную компоненту, по сути, контейнерная компонента является в какой-то степени декоратором, да, декорация для той компоненты, вокруг которой она создалась. Это функции, которые получают компоненту на входе, а вокруг нее создают контейнерную компоненту, условно говоря, это тоже в какой-то степени как декоратор, то есть, она декорирует, украшает нашу компоненту. Хоки можно назвать декораторами. То есть, эта концепция вообще стандартная для расширения функциональности, не вмешиваясь в саму функциональность старую написанную. То есть, да, как бы мы ее украшаем, не меняя ничего внутри, да, это Solid принципы, принцип открытости, закрытости, то есть, мы закрыты для модификации, но открыты для расширения, то есть, с помощью декораторов, мы как бы, вот, как на мороженое. Мороженое все, какое есть, ванильное такое есть, но мы можем продекорировать его, там, кетчупом, майонезом, чем-нибудь еще. Смешная шутка, смешная чуть-чуть. Вот. Поэтому нам, например, так, если нам надо часто декорировать, да, как в этом, если нам надо часто, смотрите, как в React, да, еще, у нас есть контейнерная компонента, обычная компонент, если нам надо, и у нас много компонентов, и нам вокруг этих компонентов надо постоянно делать одну и ту же контейнерную компоненту, то мы, чтобы создавать эти компоненты быстро, мы создаем хок, да, как, например, хок-коннект, с помощью которого, собственно, грей происходит, опять же, как происходило раньше, получение доступа к стору, из него вытягивание стейта, там, и диспатчей. То есть, коннект это хок, то есть, да, его я красным уберу, то есть, это хок, это, по сути, как декоратор. Если нам надо что-то делать много раз, то мы создаем отдельную, как бы, функцию, которая это действие оборачивания производит. То же самое и здесь, да, очень часто, когда мы истории пишем, мы еще будем дальше расширять приложение, и мы будем этим декоратором пользоваться часто, сейчас просто его создадим. Создадим этот декоратор, ссылка в задании, да, есть к этому, к этому, почитать о декораторах в сторибуке, а так мы пойдем пока в папку сторис и создадим здесь файлик, файлик, редак, стор, провайдер, декоратор. Дальше, в этом, да, файлике мы должны будем создать с вами, создать с вами декоратор. Декоратор, декоратор. Сейчас. А, я думал, есть код, откуда скопировать. Нет кода. Да, ну окей. Что такое декоратор? Декоратор — это функция, которая, сейчас я назову его так же, редак, стор, провайдер, сейчас я shift F6, скопирую сюда, ctrl-c название. Декоратор — это функция, которая на вход будет принимать какую-то другую функцию, стори, да, вашу историю, условно говоря, на вход будет принимать. То есть, в какой-то степени это как props, да, но на самом деле не совсем, то есть, как, ну, это просто функция, которая принимает историю. Говорим, что any, неважно, any. И дальше наша задача просто эту историю вызвать, да, по итогу. Наш декоратор, ну, в какой-то степени как компонент, он должен вашу историю вызвать? Так как ваша история является как бы компонентом, то получается, вызвав вашу историю, он, по сути, ее отрисует. Да, по сути, отрисует, то есть, вызывает вашу, то есть, превратить в JSX, который — это ваша функция, ваша история возвращает, то есть, превратится в такую штуку. Но мы говорим, что на самом деле вот этим декораторам важно еще продекорировать, то есть, та история, которая сюда попадет, надо, чтобы она продекорировалась, провайдер, Чтобы она продекорировалась Вот этой вот штукой То есть провайдер, в который передастся Store Store, Store Сейчас провайдер R удаляю, Ctrl, пробел, Enter Так, быстрее импортировать Все, у нас теперь есть такой декоратор, которым мы можем декорировать наши истории И давайте сделаем это Пойдем в нашу историю Udalim отсюда вот это вот ручное декорирование Скажем так И добавим сюда вот В настройке вот нашего этого объекта Которые настройки вот этой вот группы наших Историй, которые мы будем экспортировать из файлика Ну только одну экспортируем И мы добавим сюда такую шкутку Decorators И в этот декоратор сположим наш декоратор Redux Redux Store Provider Decorator И автоматически, да, инфраструктура Storybook'а увидит, что Все истории, которые экспортируются из этого файла Они должны быть продекорированы Вот этим декоратором, то есть они должны быть Засунуты внутрь этого декоратора Соответственно, каждая вот такая вот история Попадет внутрь этого декоратора Как вот так история Вызовется И сюда засунется в серединку Все то, что Когда вызов сделать Надо простите вот так вот, да, конечно же В фигурных скобках Потому что мы внутри JSX Хотим вызвать функцию Которая к нам сюда пришла Ну в документации StoryFN, да, пишется Типа функция истории Потому что, ну, окей Напишем мы так И проверим, да, что у нас Я хоть удалил отсюда обертывание Но, тем не менее Наша история работает То есть таким образом Мы создали вот этот декоратор Который Который автоматически Обертывает нашу компоненту Важный момент, да, друзья Получается, что Ну, у нас приложение как бы стартует Но оно пустое А мы помним все-таки, да Что наша задача Наша задача StoryBook'а В частности Показать какую-то уже готовую Как бы реализацию приложения В частности Ну, классно было бы Чтобы было несколько туду-листов И несколько там тасок В каждом туду-листе Да, но наш Store Обратите внимание Мы в своем декораторе В своем декораторе Когда декорируем Мы используем Store Который Наш основной Store А Store наш со старта Естественно пустой И в реальной жизни Он всегда будет пустой Да, потом Только запрос на сервак Пойдет Сервак вернет данные И мы эти данные Засунем в Store И потом там Приложение восстановит Состояние Которое было там На момент Прошлой сессии Когда вы этим приложением Пользовались Но так как это У нас Демонстрация В Storybook То нам хочется создать Какой-то другой Store Который будет Этой демонстрацией Заниматься То есть да И мы просто берем По аналогии Вот я беру Сейчас копирую код И И просто по аналогии Storybook Create Store Ну, прямо тут есть Код из домашки Из задания Вот я просто Его сюда вставляю То есть что мы здесь Что мы здесь делали Просто создали сейчас Почему-то импорты Не работают Сейчас попробуем Выяснить почему Так-так-так-так-так Неправильные ссылки Секунду Пофикшу Ну давайте Разберемся Да, то есть Что не так с ссылками То есть да Как их пофиксить Ну, во-первых Точка 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 Слэш означает Что я хочу искать В своей же папке В своей же папке Находятся две истории Напомню, что наш декоратор Мы создали в папке Stories Мы находимся в SRC Поэтому нам Наша задача Подняться на два уровня вверх Если мы как бы Начинаем Отчет со своей Со своей папки А потом поднимаемся вверх То можно вот эту свою папку И не писать То есть сразу Значит поднятие наверх Поднялись один раз наверх В папку SRC И поднялись второй раз Наверх почему-то Вот второй раз Подниматься не надо было Вот так То есть да Вот поднялись Stories в SRC А потом сразу И спускаемся в State Control пробел Можно нажимать его Да, дополнительно Подсказывать себе Где мы находимся Все Здесь то же самое Control пробел State Соответственно Вот это нам не надо Ну и здесь то же самое То есть какая-то такая ошибка Сейчас я в задании Перезатру Чтобы этого не было Так, соответственно То есть да И что мы делаем Мы заново как бы Создаем просто Store Да, небольшое дублирование кода То что у нас в Store В State Store TS Мы создаем здесь то же самое По-хорошему Надо было бы создать Отдельную функцию Условно назвать ее Конфигурирование Store И так далее Но это мы потом с вами Этим займемся вопросом Когда перейдем к теме Redux Toolkit А пока просто ставим Как есть Да, и мы просто здесь Создаем тестовый набор Говорим, что вот наш Root of Reducer Вот такой вот Initial Global State Наш State Вот здесь Инициализационный Да, то есть мы Смотрите Этого мы еще не делали с вами То есть мы Когда Внимание Мы когда Говорим Create Store Вызываем функцию Create Store Которую из редакции берем Мы в нее передаем Root of Reducer А вторым параметром Если мы не делаем Там middleware Никакие Об этом попозже узнаем То мы можем передать Store State Простите State Прям глобальный State Состоящий из этих подветочек У нас две подветки Task To-do-list Вот мы его создали И он будет Воспринять редакциям Как инициализационный State И он с него Сразу начнет движуху Вот такой подход Используется Во-первых В СССР Приложениях Которые Сервер Сайд Рендеринг А во-вторых Используется Например Если мы хотим В Local Storage Сохранять каждое изменение Чтобы потом Из Local Storage Сохранять То вот это вот место Во время Подъема приложения Да Этот Initial State Можно прочитать Из Local Storage И подсунуть сюда И он тогда восстановится Можете попробовать Такое сделать И проверить Да Только вопрос Когда в какой момент Сохранять Local Storage Что тоже middleware Нужен Об этом мы поговорим В React Кабсдак Подробно А пока просто Да Знаете что Такой вариант Есть Соответственно Вот мы описали Какой-то стартовый набор Стартовый набор И И вот Создали свой Storybook Store Я его назвал И соответственно В Provider Передаем Именно вот этот Вот Storybook Store Не Store Который Store Главный Store А вот Store Который создан В этом же файлике Там где и декоратор И таким образом Да Мы получается Ну что сделали с вами Ну подготовили тестовый набор данных И теперь Если я пойду В Storybook То я увижу Что Обновляю страничку У меня вот сразу Этот тестовый набор данных Здесь отображается То есть да И немножко С точки зрения демонстрации Получается поприкольнее То есть мы можем сразу Задать разные варианты Отображения Для того чтобы Тестировщики Менеджеры Там кто смотрит Другая команда Видели как 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 Это работает Как это работает Идем дальше У Storybook Друзья У Storybook Да Ну мы можем Зайти на Официальную страничку Здесь есть Live Examples И вот мы можем Посмотреть там Да Какие-то вот Экзамплы То есть какие-то Storybook Чьи-то Storybook Я не знаю Это прям Production Storybook Или это просто Демонстрация Но на самом деле Похоже на то Что это действительно Production Какие-то Storybook Компании Которые вот Создают Ну что-то Продукт Куда-то создают И вот здесь Вот видим Да Сейчас оно подгружается Подгрузилось И вот мы видим Кучу-кучу историй По папкам Видите Их можно еще Расфасовывать И так далее И вот например Берем какой-нибудь Range Например И вот Basic Да Basic Как я говорил Basic Example Здесь Basic Просто назвали Ну это И вот наш Range Такой вот Да Просто вот Демонстрация Что вот Можем менять И Что-то меняется И внимание Друзья Видите У нас Табик с вами Один только Табик только Один Actions А здесь Табиков много Так я потерялся Где я был Табиков много И самый Классный из них Табик Это Story То есть Прямо в этом Сторе Отображается Тот Код Истории Ну полностью Файлика Который Выводит Вот этот Вот Range Вкладку То есть Мы Когда Получается Это уже Не просто Документация Точнее Это не просто Как это Выглядит А как Это Работает А еще Прямо Другая Команда Команда Разработчиков Может Видеть Как Какая История Какой Код Там Написан Чтобы Эта История Отобразилась Вот Здесь Получается Такая Еще Отдельная Возможность Документацию Делать Она Здесь Не А Реализована То есть Смотрите Какая Еще Навороченная Штука Но это Еще Более Навороченная Короче Аддон Короче Смотрите Как Это Все Делается Языки Можно Переключать Короче Идея Такая Что Расширять Можно Да Принцип Этот Который Я бы говорил Solid Open Close То есть Мы Можем Расширять На этом Принципе Плагины В некоторых Называется Аддоны Аддон Вот здесь Это как бы Фактически Синонимы Вот здесь Это называется Аддоны И мы Должны Пойти На страничку Аддонов Ну В storybook Если мы Зайдем Сейчас В storybook Вернусь На Назад Вернуться Назад Если мы Посмотрим Тут Аддон Найдем Default Config Formats Аддон Интер То Аддон То есть Говорит О том Что Можно Всякие Аддоны Написать Свои В частности Там Декораторы Являются Тоже По-моему Этими Типа Аддонами Вот Типа Клик Это А Action Logger Немножко Другой Логгер Уже Хотя Похож На то Что У нас Был Native Addons 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 Галерея Есть То есть Да Есть Какий Набор Готовых Аддонов Которые Документация Там Более Навороченная Ищи Бэкграунды Внешний вид Чтобы поменять Какие то еще Штуки Честно говоря Все это Не знаю Можете Пощелкать Знаете Что если Вдруг На проекте Используются Аддоны То Скорее всего Здесь Вы найдете Описание И можете Поизучать Что это Такое Разобраться Нас Интересует Source Например Если у вас Есть свободное Время Поиграйтесь Подключите Какой Еще Аддон Здесь Source Говорят Как им Пользоваться Как им Пользоваться И вот Строка Установки Этого Аддона То есть Нам надо Этот Аддон Установить Дальше Идем Устанавливать В терминал Идем Открываем Второй терминал Хотя лучше Так как Аддон Связан С конфигурацией Скорее всего Надо все равно Стопнуть Нам Ctrl-C Этот Storybook Проинсталлировать Этот аддон А дальше Важный момент Нужно его настроить Так как Аддон Так как мы Используем TypeScript Немножко Можно было бы Просто добавить Вот этот аддон Вот так вот Идем В MainJS Смотрите Можно было бы В MainJS Просто добавить Этот аддон Вот одной строчкой Это если бы У нас был Джаваскрипт Но так как У нас TypeScript Нам придется Немножко Поизвращаться Для того Чтобы поизвращаться Сильно не извращаться Я просто Сейчас копирую Код Который я Уже Сам разобрал Долго смотрел Как это все-таки Сделать И вот Есть обычный То есть Историй Аддоны Подключаем Просто как строки Это вообще Подход в Эпаке Такая же штука То есть Если мы что-то Подключаем Не надо конфигурировать То включаем Как строки А если надо Конфигурировать То добавляем В массив Как объект У этого объекта Есть например Name И какие-то вот Опции В этих опциях Мы говорим Что правило То есть История должна Соответствовать TSX Короче Дальше мы можем Там еще Сказать Какая ширина А парсер TypeScript Добавить Сингл код Короче Какие-то там Специфические штуки Можно в аддоне В настройках аддона На страничке Официально Этого аддона Почитать Какие у нас Опции Тут вообще есть И что можно Настраивать Ну это уже Условно говоря Уже такие нюансы Нам главная Основа Как это работает Чтобы понимать Для чего это Хотя честно говоря В нюансах Часто кроется Вообще Самая жесть Над нюансами Можно просидеть Миллион-миллион часов Но в данном случае Нюанс Storybook Это не тот нюанс Который На который Требуется Действительно Тратить время Сейчас То есть Нюансы реакта Да Нюансы редакса Да Но не нюансы Storybook А Storybook Как сам по себе Инструмент Просто должен быть Все Этот аддон Подключил Теперь я Storybook Стартую Обратно Возвращаюсь сюда Терминал Теперь я просто Стартую Сейчас Storybook Стрелочка вверх Стрелочка вверх Стрелочка вверх Ярон Storybook Итак друзья Storybook У нас стартанул И мы видим Исходный Как бы ход Нашей истории Вот здесь В табике Story Сейчас Попробую Увеличить Ширину То есть Вот мы видим Историю И видим Как ее Отобразили Для того Чтобы понимать Четко Как она работает И вот мы видим Вот прямо Не надо в исходный Код лезть Сама история Вот этот вот Сайт является Стопроцентная Такая документация То есть Мы видим И текст истории Как пользоваться Вот этой вот Компонентой Что было в нее Передано И как она Отображается И какие экшены Впоследствии Она Она Ну Рисует Здесь Потому что Колбэки Потому что Мы передали Экшен Колбэк Создали С помощью Экшена И таким образом Давайте Аппу из редакс Идем сюда И видим Аппу из редакс Видим что Применит Аппу из редакс Эдитабл спан Давайте Таски Посмотрим Вот тасок Видите Видим две таски И вот они Наши две таски То есть Как мы их Отобразили Только Немножко Синтаксис Подсветка Конечно Хромает Хотя У нас TypeScript Там установлен Но немножко Как хромает В принципе В принципе А нет Так все Отображает Ну может Мне кажется Что Давайте посмотрим На тот пример Который Который Вот здесь Вот Storybook For React Live Examples Там по моему Код покрасивше Был Ну скорее всего Из-за TypeScript То есть До конца Оно там Наверное Не дружит Да нет Здесь тоже JavaScript Наверное JavaScript Тут как бы Этого не понять И тоже Такой Красный Синий То есть Не очень Красивый Да Подсветка Не очень Красивая Скажем так То есть Это да Значит Как бы Все окей Но тем не менее Да Очень удобно Прямо здесь В Storybook Мы видим Наши компоненты И как Как ими пользуются Чтобы вот Было такое поведение Которое мы здесь Видим По моему Это просто Фантастика Летим дальше Друзья То о чем Я говорил Это Тестирование То есть Тестирование С помощью Снэпшотов То есть У нас Есть такая Штука Ребят Смотрите По сути У нас В Storybook Это тоже Тесты Ой Я закрыл Эту панель Можно эту Панельку Открыть И вот Это можно Закрыть Чтобы Вот так Видеть Ой Блин Когда Вот так Вот закрыть Сейчас На полный Go to Fullscreen Exit Fullscreen А Кси Я даже Не знаю Как Теперь Эту Панельку Вернуть Я уже В такой Ситуации Оказывался Сейчас Минус Перезагрузить Обновить Сейчас Обновлю Страничку Кстати Говоря Если Так Вот закрыли Я вот Не знаю Как Эту Панельку Вернуть Горячие Клавиши Есть Но Я их Не Выучил Это Нет Я Браузер Тащу С другого Монитора Я их Не Выучил Поэтому Да Но Я Программист Я вижу Что После Перезагрузки Ничего Не Восстанавливается Значит Этот Storybook Хранит Все данные В Local Я иду В 12 Нажимаю Открываю Application Иду В Local Storage И вижу Что Storybook Layout Resize Панель Охранит Здесь Какие Информации Короче Я говорю Удалить Фух Обновляю Страничку И Опа Не Сработало Трюк Давайте Для Storybook Там Еще Второе Что Удалим Application Storybook Layout Storage Storage Тоже Удалим Сейчас Может Session Storage Еще Сession Storage Selected Панель Скорее Local Storage Он Хранится В браузере Всегда Пока Явно Не очистить То есть Компьютер Выключили Браузер Перезагрузили А Session Storage Хранится Пока У вас Открыта Вкладка Вкладка Умерла Значит Сессия Закончилась Обновляю Страницу И Сейчас Все Панельки Вижу Обратно Вижу Обратно Вот Здесь Эту Панельку Я Удалю А Эту Панельку Не буду Удалять Так О чем Речь О том Что По сути Эти Наши Истории Это Тесты Которые Показывают Тестируют Компоненты Наши Показывают Как Она Может Использоваться А представляете Если бы Сделать Базовую Рисовку Без Функциональности Если Взять И Открыть Как Чтобы Не было Всего Лишнего И Это Можно Сделать Если Мы В путь Впишем Iframe Точка HTML Это Фишка Storybook Такая То Мы Откроем Этот Ж Story Но В отдельной Вкладочке Да Где чистый Экран Ничего Нет И Мы Такие Идеально Идеальное Место Чтобы Сделать Условно Говоря Скриншот Чтобы Сделать Скриншот И Запомнить Этот Скриншот Не Руками Это Все Будет Делаться Автоматически И Запомнить Его Как Образец Компоненты Которая Красивая Которая Должна Отображаться Так Как Должна И Потом Вдруг Если Что-то Сломается То Скриншот Новый Сделается Автоматически Сравнится Со Старым Эталонным Скриншотом Если Будет Разница То Будет Внимание Ошибка Так Работает С помощью Снэпшота Снэпшот 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 Снимок Состояние Чего-то Снимок Экрана Снимок Данных И так Далее Да И для Этого Мы Проинсталируем Нужные Зависимости Нужные Зависимости Я Вот Сейчас Сюда Ну Да Во-первых Где об этом Почитать Ссылка Есть Да Но Опять же Гуглиться Так Стори Бук Тестинг Тестинг Например Здесь Тестинг Тестинг Разные Варианты И вот Внизу Там Интеракшн Ручное Тестирование Ну Фактически Просто Глазками Смотри Там Стори Шот Там Тестинг Спек Аддонс То есть Есть Много Вариантов Ну Вот Например Что Мы Сейчас Делаем Автоматическое Визуальное Тестирование И вот Здесь Вот Описано Ребят Смотрите Важный Момент Скриншот С Скриншотом Сравнивать Здесь Есть Такая Трюк Которая Описан Проблема В том Что Скриншот Вот Визуально Это И Это Идентичный Плейлист Плейлист То есть Ничего Не Поменялось Но Когда Попиксельная Система Будет Проверять Она Видите Попиксельная Она Выглядит По-другому Здесь Черный Белый Квадратика Здесь Как бы Не такой Тут Синий Больше Здесь Какой-то Розовый И Какой-то Голубой А не Белый И Соответственно Вот Не Совпадение Разница И Тут Да На самом деле Сравнение Скриншотов По Пикселям Она Очень Навороченная То есть Нельзя Просто Втупую Сравнивать По Пикселям Да Есть Какая-то Погрешная Связанная С чем Почему Так А Это Зависит От Видеокарты Которая У вас В браузере На Компе Зависит От Браузера От Версии Браузера Да Там Всякие От Настроек Там Алиасинги Всякие Шрифтов Сглаживания Тени И так Далее Есть Куча Мелких Моментов Которые На разных Устройствах Разные И это Физически Даже Никак Не Исправить Соответственно Да Ваш тест Запущенный На одной Машине Перенесенный На другую Там Не Сработает Потому Что Эти Различия Поэтому Все Вот Эти Сравнители Которые Сравнивают Два Скриншота Они Построены На Всяких Нейронных Сетях И На Прочем То есть Они Самообучающиеся С какими-то Умными Алгоритмами Эти Умные Алгоритмы Говорят О том Что Допускают Какие-то Различия В каких-то Таких Мелочах То есть Они Там Настроены Нам Этого Знать Не надо Нам Главное Этим Пользоваться Просто Об этом Все Написано Можете Почитать И тут Написано Как Установить Ребят В задании На уроке Выжимка По шагам Но Вы должны Уметь Делать То же Самое На основе Документации Официальной Документации Поэтому Попробуйте Проделать То же самое Что мы Делаем Здесь На занятии Будем делать Попробуйте Потом Дома Для другого Проекта Для социальной Сети Внедрить Это же Но пройдя По инструкции Вот этой Инструкции Которая Вот здесь Это очень важно Ребят Потихоньку Помаленьку Привыкать К инструкциям Вот этим Настоящим Туториалам Которые Вот здесь Не на всех У них Есть русский Надо сделать То есть Первый шаг Установка Важный момент Когда вы Установка Это команда Установки Тут еще Что хвостик Какой-то Дев Наверное Минус Минус Дев Джест Не надо Ставить Джест У нас Уже Есть Системе Если Поставить Полностью Эту Команду То у нас Это Там Вообще Упадет И не Будет Работать Ничего Поэтому Да Я В этой Строке Для Установки Убрал Джест И Та команда В которой У нас В файлике Там Джеста Нет Опять Стопаю Стопаю Все Ярн Устанавливаю Все зависимости Дев Да Вообще Вот этот хвостик Дев Означает Что у нас Зависимости Могут быть Те зависимости Которые По итогу Нужны В рабочей Программе Они попадают Просто В dependencies А есть Те зависимости Которые Нужны Только Во время Разработки Например Сторибуки Среды Тестирования И так далее Да Важный момент TypeScript На самом деле Видите Вот эти Типизации TypeScript На самом деле Тоже нужен Только На этапе Хотя Это Testing Library TypeScript Тут не совсем TypeScript Это не типизация Вот TypeScript 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 Типскриптовые Все типы Вообще Нужны Тоже Только На этапе Разработки Но Из Ввиду того Что там Определенные Нюансы С созданием Таких пакетов То мы Эту типизацию Можем Сюда подключить Сюда подключить На самом деле Без разницы То есть Эти типы Все равно Они никуда В итоговую сборку Не попадут Короче И чаще Их добавляют сюда Типы чаще Добавляют сюда Так В частности Мы создавали Новый проект Видите Типы Эти здесь сидят Пока Она устанавливается Пойдем делать С вами конфигурацию Конфигурацию То есть Нам теперь Для того Чтобы запускать Эти тесты Которые будут Снэпшоты Будут проверять Нужно В Пакет Джейсон Ввести Определенные Пакет Джейсон Пока трогать Не будем Нам нужно Для Создать В корне проекта Не в СРЦ В корне проекта Папочку И мы назовем Интегрейшн Эту папку Интегрейшн Интеграционные тесты По другому Напоминаю Интеграционный тест Если юнит тест Проверяет Что-либо В изоляции То есть Наше приложение Состоит из кучи Компонентов Редюсеров Че-то 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 Они все между собой Взаимодействуют Но мы когда Юнит тест Пишем Мы как бы Обрываем Все связи Чего-либо Юнита Единицы Чего-либо Между Другими Юнитами И тестируем Вход Выход То есть Тестируем Независимо От всей системы Это юнит тесты Они быстро Запускаются И проверяют Именно Конкретный Маленький Элемент Да То есть Расчетом На то Что каждый Элемент Если мы Проверим То скорее Сего И когда Они в связке Будет Тоже Будет Все хорошо Но не всегда Тогда иногда В связке Какие-то Нюансы Всплывают Вот в частности Снэпшоты Вот эти вот Юай Тест Которые мы Сейчас делаем С помощью Снимка Как бы Финальная Вот как Компонента Выглядит По сути Чтобы компонента Отобразилась Она должна Пройти Все Взаимодействие Со своими Детьми И так далее Хуками Редаксами И так далее Поэтому частично Вот этот Тест Который мы Будем писать Называется Интеграционный Тест То есть Как интеграция Совокупность Сцепление Интеграция Интеграция Связь Элементов Между собой Окей Поэтому я Интегрейшн Создаю папку Здесь Опечататься Нельзя Потому что Мы потом Это название Папки Будем использовать В конфигурации Поэтому Сейчас Подсматриваю Подсматриваю В инструкцию В этой папке Создаем Два TypeScript Джаваскриптовых Файла Джаваскриптовых Потому что Для этих тестов Нам типизация Не нужна Один Называем Setup Setup Tests .js То есть Тут будут Настройки Теста А еще Дополнительно Setups Jest Config Джест То есть Конфиг Настройки Джеста Джест вообще Он по умолчанию Установлен Уже в Create React App И когда Мы тесты С вами писали Unit-тесты В частности Для редюсера И он тоже То есть Вся Эта Экспекты Вот эти Вот To be Describe Вот эти Тесты Где мы пишем Before each Перед каждым Это все Среда Джест И здесь Дополнительно Просто для этих Тестов Интеграционных Мы Создадим Дополнительную Настройку Как эти Интеграционные Тесты Должны запускаться Дальше В Джест Конфиг Мы помещаем Конфиг Который Скопирует Из документа Чтобы его Не перепечатали Здесь просто Говорится о том Что вот мы Должны будем Искать все Файлики Которые На Джесс Заканчиваются Перед Которыми Тест И ищи Их в Этой же Папке Где Находится Этот Конфигурационный Файл Вот эти Тесты Которые Лежат Внутри СРЦ Они Не Будут Подхвачены Интегрейшеном Вот эти Вот Новые Конфигурации Которые Тестируют Именно Снэпшот И Соответственно Наша Конфигурация Когда мы Ярн Тест Запускали Наши Тесты Которые Здесь Внутри Ярн Тест Так Сконфигурировано Что он Проверяет Тесты Внутри СРЦ Анализировать Что здесь Написано Ой Сейчас Сетап Тест Простите Сетап Тест Именно Настройки Снэпшота То есть Мы говорим Что вот Too much Image Snэпшот Require Ну короче Какая-то Библиотека Подключается Которые Снэпшоты И что-то Вот здесь Она Проверяет Такая Конфигурация Снэпфигурацией Редко Надо Сильно Вникать Туда Чаще Всего Взяли Готовую Конфигурацию Фигачим Все Работает Круто Так Это как На вопрос Почему Втам Впак Не имеет Смысла Рассматривать Конфигурировать Потому что Никто Не сидит И не Конфигурирует Впаки Каждый день Берут Готовую Настройку Вставляют Все Работает Конечно Подправить Когда надо Что-то Придется Немножко Разобраться Но так С большего Трать На это Времени Бессмысленно Просто Бессмысленно JS Конфиг с Настройками Для G100 Да Именно JS Типизация Нам Здесь Не нужна Все Настройку Сделали Проверим Сейчас Оно Еще Инсталируется Поэтому Ждем Пока Ждем 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 И Когда Она Проинсталируется Напишем Первый Тест Ну давайте Тест Сейчас Сразу Напишем Сюда Файлик Этот Мы Назовем Например Add Item Form Add Item Form Integration Text Add Item Form Так Есть Тест Сейчас По-моему Тоже Текст Писал Тест Сейчас Сейчас Две Секунды Да Вот он Тест Этот Назову его Add Item Add Item New JavaScript Add Item Почему JavaScript А не TypeScript Потому что Мы Не будем Передавать В компонент Ничего Add Item Сейчас Объясню Add Item Form Test .js Внутри Этого Теста Я Добавляю Тест Обратите внимание Что Делает Этот Тест Этот Тест Говорим Базовый Пример Визуализация Должна Выглядеть Корректно Для Add Item Form То есть Мы Если Мы Раньше Тест С вами Писали Смотрите Как Это Можно И так Тут Было Я Просто Вам Об Этому Еще Не Рассказывал Мы Просто Говорили Тест У Есть То Вообще Тест В Одном Файлике Их Можно Объединять В Группы И Поэтому Здесь В Каче Тест Написано It А Здесь Describe Группа Тестов Вместо Слова Тест Используется It То есть Описываем Группу Что Мы Будем Add Item Form И Здесь Разные Тесты Которые Item Form Описывает По сути То же Самое Что Можно Было Бы Describe Убрать Это Убрать И Берем Какой-то Пейдж Который Видимо Из Библиотек Just Paper Tier Какой-то Вот Который Мы Установили Переходим По Урлу На Этот На Storybook Обратите Внимание В Урле iFrame То есть Сторий Компонент Который Отображается Сам По Себе Ждем Пока Сделается Скриншот Await Async Await И мы С вами Проработаем Чуть Позже Получаем Картинку И проверяем Что картинка Такая Какая Была До Этого Если Мы Первый Раз Запустим Этот Тест То Так Как Картинки До Этого Никакой Не Было То Картинка Просто Зафиксируется Как Эталонная Картинка Давайте Стартанем Наш Тест Все Инсталляция Прошла В Пкдж Соне Появились Новые Скрипты Так Сейчас Пкдж Сон Закрою Пкдж Открою Чтобы Появились А нет Они Не Появились Надо Добавить Сюда Два Скрипта Для Запуска Этих Тест Их Надо Добавить Сюда Эти Два Скрипта Для Запуска Тест Сейчас Я Эти Строки Найду Вот В Одиннадцатом Пункте Я Говорю Что Конкретно Эти Тест Мы Будем Запускать С Помощью Запятая Здесь Не Нужна С Помощью Команд Тест Я Запускаю Наш Тест Говорю Ярн Тест Интегрэйшн То есть У нас Ярн Тест Уже Был Обычный Тест Наш А Через Двое Точи Интегрэйшн Мы Говорим Что Конкретно Хотим Запустить Им Вот Этот Скрипт Соответственно Наш Тест Запускается Говорит Что Ошибку Я Не Нашел Я Может Control S Не Нажал Сейчас Глянем Да Все Пошло Если Storybook Уже Запущен Он К нему Обратится Если Storybook Не Запущен Он Его Запустит Соответственно Времени Надо Будет Подождать Подольше Ждем Так Открылся Storybook Ну Как бы Понятно Но Нам Не Нужен Нам Важно Тесты Посмотреть Да Ранс Запускает Тесты И Говори Что Один Снэпшот В Ритм Записался Да Записался То есть Один Тест Один Тест Сьют Это Вот Дискрайб Который Я говорил Вам Дискрайб Набор И Один Тест В нем Лежит И Один Снэпшот Записался Потому Что Снэпшот Не Был Поэтому Тесты Все Прошли Потому Что Сравнивать Ни С чем Считаем Что Это Эталонный Тест Давайте Запустим Еще Раз Тест Так Как У У нас Уже Storybook Запущен Это Все Будет Гораздо Быстрее Происходить Фактически Только Тесты Прогонятся То есть Перейдется Вот эта Вот штука По адресу Перейдет На страничку Возьмет Новую Картинку Сделает Скриншот И уже Сравнит С тем Что Было А нет Зараза Все равно Как-то Долго Считает Ну Странно Очень Ждем Не Вообще Это Непорядок То есть У меня Как Это А У меня Знаете Из-за чего Такая Дичь Может С того Что NPM Кэш Чистил И оно Как-то Так Барахлит Но Скорее Всего И оно Со временем Перестанет Так Барахлить И будет Шустрее Когда Кэш Прогреется Скажем Так Есть Такой Термин То есть Кэш Кэш Или Сторибук Видите Заново Запустился Чтобы Такого Не было Длительного Старта Мы Сторибук Запустим Отдельно С вами И Тест Запускает Соответственно Типа Видите Уже Вритена Нет То есть Все Просто Прошло 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 Логично Потому что Два Скриншота Одинаковых Что Этот Тест Сделал Друзья Еще Рассмотрите В этой Папке Integration Теперь Появилась Папка Image Snapshots То есть Появились Вот эти Вот Скриншоты Да Вот Эталонный Скриншот Открываем Его Прям Здесь Лучше Его Не открывать Откроем Сейчас Где нибудь Open Show in Explorer Это Просто Картинка И мы Эту Картинку Просто Откроем Просто Откроем А No Preview А URL Наверное Не тот Сейчас Посмотрим Сейчас URL Наверное Не тот Вообще Если Я не Ошибаюсь То Historybook Сейчас Вырубился То есть Тесты Прошли И Historybook Наверное Вырубился Поэтому Да Тесты Так Долго Проходят Поэтому Давайте Мы Storybook Сейчас Стартанем Отдельно Отдельно Yarn Yarn Storybook Стартанем Storybook Будет уже На старте И поэтому Тесты Будут Просто Запускать Тесты Так Storybook Стартанулся Storybook Стартанулся Сейчас Проверю Что этот URL Который У нас Здесь Закинут Сюда Что он Действительно Открывает Открывается А No Preview Наверное Я неправильно Iframe Неправильно Какую-то Штучку Вбил Сейчас Глянем То есть Вот у меня Storybook Вот эта История Я здесь Перед Пассом Iframe.html Вбиваю Вот он Storybook Какая-то Ну какой-то В пути Какая-то Ошибка Так Какая-то В пути Ошибка Сейчас я попробую Две строки Просто Отобразить Рядом И посмотреть Где я там Опечатался Сейчас Вот так Вот А Это короче Story Пасс А Пасс Не хватает Story Это Ну короче Не хватает Этого Пасса И так далее Окей Давайте Я сейчас Это Перезапишу А Напротив То есть Пасс Это Не нужен Пасс Story Это А Вообще Должен быть Другой Путь Странно Честно Говоря Вот такой Должен быть Путь Не знаю Как я копировал Так Ну да Ладно А Когда прописываешь Просто Как я сделал Да Изначально Я просто Взял И дописал Сюда Iframe Iframe.html Но потом Там произошел Редирект И у нас Перенаправило Вот на такой Путь Более короткий Вот этот Более короткий Путь Тест Сюда Как тест Вот так И вставилось Сейчас Супер Вот И по этой Причине Оно И получается Вот такая Вот штука То есть Нам надо Все таки Ну вот этот Короткий Адрес Сюда Загонять Прямой Адрес По сути Вот Прямой Фактический Адрес Все Еще раз Да Тогда Сделаем Сейчас О Ну супер То есть Я адрес Поменял Соответственно Скриншот Будет Сейчас Другим Я запускаю Тест Иду Он говорит о том Что storybook Поднят Типа Запустить В новом порту Нет И вот он Ругнулся Красная Ошибка И он говорит о том Что Два скриншота Не соответствуют Друг другу Два снэпшотов Один снэпшот Зафейлился Вот пролистать Если короче Здесь видно Что да Разница В 35% Different Он посчитал Что 35% Только то пикселей Как бы отличается И говорит Эту разницу Вот можно посмотреть По этому адресу По этому пути Этот путь Сейчас он где-то Вот он Диф Диф Раскукоживаем И если сейчас Мы это откроем Давайте пойдем сюда же И увидим Что именно различается И вот он говорит Что отличие Здесь вот так А здесь вот так То есть да Вот это то что было То что стало И вот он говорит Короче Ну вообще А вот эта вот Штука исчезла А вот это появилось Ну короче Как разница в гитте Типа это что было Что стало А вот красное Все что отличается То есть да Ну потому что Ну блин Это мы так облажались Не тот скриншот Вообще зафиксировали Соответственно Нам надо сказать Что новый скриншот Это не ошибка Новый скриншот Хороший Зафиксируй Новый скриншот Как хороший скриншот Потому что на него Надо равняться И да И мы взводим Такую команду Как запуск Update Snapshot Как запуск Кстати говоря В документации Официально Там какая-то ошибка И неправильно написано То есть Как запуск С теста Но мы говорим Что запусти Узнагеря тесты И update Snapshot Snapshot Обнови Snapshot Теми которые сейчас Потому что мы проверили Глазками И знаем Что эти правильные снапшоты Запускаем Snapshot Update Не запустился Сейчас Update Snapshot Integration Yarn А Yarn Yarn Run Jest А Yarn А Другая Простите Команда Не такая Как в этом А Yarn То есть Не как запускать тесты А Jest Там команда Вот Yarn Run Jest Короче Скопируйте Из урока Или из документации Только там Еще дефис какой-то Два дефиса Потом пробел Дефис Маленький Update Snapshot Этого маленького Дефиса Быть не должно Все Оно обновило Один снапшот И теперь Если я тест Запущу Тест Если я сейчас Запущу То теперь оно скажет Что как бы Все окей То есть Вот этот файл Вообще Должен исчезнуть Потому что Разницы нет Вот этот наш Snapshot Который как Эталоны Давайте посмотрим И вот в нем Хранится Ну весь экран Как бы да Вот маленький Тайтл И белая страничка Вся Все И разницы нет И вот опять Представьте Что мы случайно Там говорим Кому-то показываем Там позвали Коллегу какого-нибудь И показываем ему Там код Это item form Он смотрит 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 И мы случайно Там хоп Голову повернули В сторону Случайно хоп Напечатали букву S Да ну как там Напечатали букву S И все да И не заметили И пошли дальше И соответственно Представляете Все в продакшене Идем Сейчас я обновлю Страничку Мы увидим В нашем сторибуке Что здесь появится Буква S То есть это совсем Не то чего хочет бизнес Это бага Который мы могли Не заметить И пока Прикиньте Не пролазите По всему приложению Не прощелкайте Не увидите Эту ошибку Если вы случайно Ее в гид закинули Но если перед тем Как отправлять В гид репозиторий Например Вы запустите Integration test Он запустит Эту всю ерунду Это все быстро происходит И он говорит Ошибка И мы такие Че У нас появляется Диф Разница появляется Мы идем В эту разницу И видим Что у нас Видите Было так Было так Стало так И говорит Чем отличается То есть отличается Буква S И отличается Почему-то Типа кнопкой Плюсика Типа отличается Наверное Из-за того Что буква S Наверное Она сдвинулась Там на какие-то Пиксель Вправо Влево Или выше Ниже Стало Видите Сверху Короче И он говорит Что тоже Какие-то Отличия Да Какой он там Процент Отличий Сказал 0 0 Да Маленький Процент Отличий То есть Он посчитал По сравнению Со всей Страничкой Процент Маленький То есть Он фиксирует Всю страницу Целиком Поэтому Отличия Такие Незначительные Хотя По факту Далее Компоненты Отличия Значительные Целая буква Появилась Наверняка Можно Размер Уменьшать Говорить Короче Это тоже Неважно Но мы Да Заметили Благодаря Тесту Ошибку Которую Глазами Могли Не заметить А это На UI Бизнес Приложение Прикиньте Открываете Какой-нибудь AirBnB Приложение И там Такая Дичь Как бы И вы Что S Означает А если Там Что-нибудь Матерное Напечатано Все Да И мы Говорим Ой Ёпр СТ Можем Сказать Нет Это С Это Замысел Раз Это Замысел Значит Надо Обновить Snapshot Но если Это Не замысел Это Бага То мы Тогда Идем И Фиксим Ctrl S Сохраняем И опять Запускаем Наш Тест Запускаем Наш Тест И он Сейчас Скажет Что Все Все Круто Разница Нет Как Было Так И Осталось И мы Счастливо Идем Домой Разница Нет И мы Счастливо Идем Домой Все Тесты Прошли Да Давайте Еще Не Забудем Запустить Наши Ярн Тест Наши Тесты Которые Там Да Проверим Что они Действительно Запускаются И все Хорошо Тесты Запускаются 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 Что-то Думает И Сигаря Видите А 14 Прошло Тесты Прошли Все Хорошо Все И приложение Проверим Что наше Приложение Запускается Потому что Мы там Конфигурации Всякие Меняли И так Далее И тому Подобное Проверим Что вот Сейчас Я Оно В принципе Было Запущено Давайте Еще раз Запущу То есть Да Проверить Что все То есть Прежде чем Сдавать Его Условно Гори Коммитить Пушить И завершать Работу Перепроверить Что все У нас Тесты Все Никакие Тесты Не ругаются И приложение Само по себе Запускается И работает Ну Работает Приложение Это Проверить Что оно Работает Надо Прям Протестировать Мануальным Тестом Вручную Все Прощелкать А это Всегда Долго Ну Как бы Ну Хотя бы Базовые Вещи Прощелкать Можно А так Да Этим Занимаются Мануальные Тестировщики Но Так как У нас Есть Юнит Тесты Которые Немножко Как бы Там Это Тестирует Чем Больше У нас Будет Покрытие Тестами Тем Меньше Вероятность Что у нас Что-то Где-то Сломается Во время Уже Эксплуатации Нашего Приложения Друзья Как-то Как-то Так Друзья Небольшой Такой Момент Касающийся Картинок Которые У нас Фактически Появляются В папке Появляются В папке Проекта И которые Весят Добавлять Их Или Добавить В гид Игнор Вообще Говоря Да Эти Картинки И как Это Снэпшот То есть Эталонные Картинки Вы создали Компонент Вы создали Эталонную Картинку И отправили Вообще Говоря В гид Репозиторий Потому что Это Эталонное Значение Которое Должно Расшариться Всем Разработчикам И Разработчик Если Сломает Он Должен Сравнивать С вашей Эталонной Картинкой На самом Деле Так Картинки Большие Это Уже Медиа Контент И он Такой Динамически Постоянно Меняется Эти Картинки Соответственно Гид Репозиторий Разбухает История Гид Репозиторий Разбухает И здесь Ведутся Разные Дебаты На ту Тему Стоит Или Не Стоит Да Вы В своих Учебных Проектах Во всех Добавляете Смело В репозиторий Прям В реальной жизни Уже Посмотрите Как Это Настроено На Проекте Если На Проекте Никак Не Настроено То В принципе Вы Один Из Немного Членных Фронтенд Разработчиков И вы Хотите Внедрить Это И желательно Внедрять Такое Тестирование Storybook Must have Внедрить На Проект Обязательно И Такое Тестирование Внедрить Must have Обязательно На Все Редюсеры Писать Тесты Must have Обязательно Друзья И Соответственно Храните Пока В Репозитории Да Можно Настроить Более Навороченно Может Быть Мы Рассмотрим Позже Короче Вас Старшая Команда Подна Натаскает Если Нет То Можно Хранить Снэпшоты Не Здесь А Настроить Среду Запускания Вот Запуск Сказать Где Хранить Тебе Скриншоты Эти Снэпшоты Их Можно Хранить За Пределами Папки Эту Папку Можно Синхронизировать Не знаю Через Какой Нибудь Google Диск Через Там Всякие Облачные Хранилища Там У Амазона Есть Через У Windows Asia Это Программерские Облака Для Девелоперов Это Файлы Как правило В репозитории Не хранятся Но Эти Файлы Имеют Такую Короче Это Такая Тема Для Опять Ж Прям Идеального Решения Я Хранить Поэтому Хотя Опять Честно Короче Вы Пока Храните 100% Ребят Все На этом Обязательно 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 Сделать Самостоятельно Такую Же Движуху Для Всех Компонент То есть Несложно По аналогии Берете Берете Компоненту И Где наш Тест Этот В Интегрешн Тест И для Каждой Компоненты Создаете Такой Тест Для Всех Тех Компонент Которые У нас В сторибуке Лежат Сейчас Сторибук Это у нас Там Локалхоз 9000 9000 9000 9000 9000 Для всех Компонентов Сторибука Вот здесь Обязательно Сделать Вот такой Снапшот Тестирования Обязательно Обязательно То есть Немного Компонент Раз Раз Два История Три История Четыре Истории Для них Сделать Самостоятельно Вот таких Четыре Теста Ничего Сложного Ctrl C Ctrl C C Только Подменивать Будете Урлы На Правильные Урлы Давайте Набивайте Руку Друзья Это Очень Очень Важно Написал Тудушку Считай Ты уже Прагом Тудулис Ты красавчик Чемпион На канал Подпишись Хоть Тудулис